Идеальный друг Котя и Катя выпрыгнули из своей волшебной коробки и побежали прямиком в лабораторию. Им не терпелось приступить к научной работе. Привет, я Барашко, ваша ассистентка. Идем, я все покажу. Ух, сколько же мы тут всего понаоткрываем, Котя! Да, видела бы ты сейчас свою голову. Ну, а что вы хотите открыть? Может быть, как создать идеального друга? Отличная идея, Катя! С ним можно во что угодно играть. Возьмите меня в друзья. Возьмете? Что ж, идеальный друг играет во что мы хотим. Идет. Ну, что будем делать? Гонять на каталках! Да! Ты чего, Барашка? В эту игру я побаиваюсь играть. Мы это исправим! Полицай в капсулу переделки. Но меня не нужно исправлять. Ты не хочешь быть нашим идеальным другом? Что ж, ладно. Давай придадим ей львиной смелости. О, и обезьяне игривости. Да, и добавим силу слона. Круто! Теперь превратим Барашку в идеального друга. Давайте играть! Я первая, вы проиграли! Да! Ты стала идеальным другом, Барашка! Давайте еще погоняем! Нет, мне гонки надоели. Я хочу играть во что-нибудь повеселей. Да чтобы нервы пощекотать! Давайте раскачиваться на цепях! Нетушки! На такой высоте очень страшно. Да, можно упасть и разбиться. Лучше мы в мяч поиграем. Нет! Вы отныне мои друзья. Вот и делайте то, что я хочу. Но мы-то не хотим! А я это исправлю. Я знаю, как превратить вас в идеальных друзей. Стой! Пожалуйста! Не надо нас переделывать! Катя, беги! Стойте! Вернитесь! Спрячемся здесь! И тут появился таинственный незнакомец. Батюшки, котята, что вы прячетесь за кустом? Мы создавали в лаборатории идеального друга. Идеальный друг? Кто это? Тот, кто играет во что-то хочешь. Даже если не хочет сам. Созданный вами друг вышел не идеальным? Нет, не совсем. Когда мы ее переделали, она нас слушалась. А потом захотела делать то, что мы не хотели. Но я думал, что идеальный друг идет навстречу своим друзьям. О, кажется, я понял. Идеальные друзья не только в твои игры играют. Они находят те, в которые интересно играть вместе. Спасибо, пап! Эй, как вы догадались! Начнем заново, Катя. Но в этот раз не будем переделывать нашего друга. Мы найдем игру, интересную для всех. Прекрасно! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вернулись в свою научную лабораторию. Но в этот раз уже не создавали идеального друга, а сами пытались стать идеальными друзьями. Ну, что делать будем? Гонять на каталках? Да! Ты чего, Барашка? В эту игру я побаиваюсь играть. Ну и ладно. А мы придумаем игру, которая понравится всем. Я вот прятки предлагаю. В темноте! С фонариками! Прекрасно! Котя, Катя и Барашка стали идеальными друзьями, как только нашли игру, интересную для всех. И это великое открытие! Пора в горы! Во что сегодня поиграем, Котя? Не знаю. Давай заглянем в коробку. Смотри, Котя, террористские шляпы и рюкзаки. Можно взобраться на сырную гору. Думаешь, у тебя получится? Гора-то высоченная. Конечно, получится. Я уже не ребенок. Ну что ж, тогда на сырную гору. Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя отправились в долгий поход. Они прошли Сливочную долину, пересекли Молочную реку и нашли то, что искали. Вот она, сырная гора! Я хочу собраться на самый верх! И теперь ни капельки не страшны, Катя? Ничуть! Я уже не ребенок! Хорошо. Давай заберемся. Сначала руки подтянем, ноги. Вверх, вверх, вверх! Котя и Катя поднимались все выше и выше, пока не достигли плато. Ух ты! Какая красотища! Смотри, облако похоже на щенка. А вон то на рыбку. Как же здорово! А давай скатимся вниз и заберемся снова! Вдруг Катя заметила тропу, ведущую еще выше. Эй, Котя! Я хочу забраться на самую вершину! Нам нельзя! Туда только взрослым можно! Видишь, знак? Понятно, Катя, мы еще маленькие, чтобы забираться выше! Я не маленькая! Я смогу! Это слишком опасно для детей! Давай скатимся вниз и заберемся снова! Будет здорово! Хорошо! Котя, только ты первый! Ладно! Катя? Катя? Ты где? О, нет! Катя! Мало ли что сказал Котя! Я смогу забраться! Я уже не маленькая! Катя, стой! Сначала руки, подтянем ноги! Ну вот! Я же говорила, что я не маленькая! Ладно! Сначала... Сначала... Ах! Ах! Катя! Немедленно спускайся! Там опасно! Не могу! Я застряла! Ну вот! Теперь мы оба застряли! Что же нам делать? И тут появился таинственный незнакомец. Эй! Куда это вы забрались? Детям не место на такой высоте! Вы видели знак? Да! Но я хотела показать, что я не ребенок! Нет! Конечно, нет! Ты взрослая девочка! Но быть взрослым значит быть разумным и не подвергать себе опасности! О! Но я думала, так веселей! Ну! А с горки ты не каталась? Это для детей! А я хочу делать то, что делают взрослые! Ага! Забавно! А мне бы хотелось быть ребенком, чтобы покататься с горки! Я это когда-то так любил! Правда? Да! Но уже не покатаешься, я слишком взрослый! Это для вас, котята! И, пожалуй, съехать с горки намного веселее, чем застрять наверху! Ха-ха! Точно, точно! Я совершила ошибку! Я хотела доказать, что я не ребенок! А на самом деле, быть ребенком – это очень весело! Все ясно! Спасибо, пап! О! Ха-ха-ха! Как вы догадались! Ха-ха-ха! Я хочу начать заново, но все делать с умом! Ты говоришь, как взрослая девочка! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились к Сырной горе. Но теперь Катя знала, что детские игры ничуть не хуже взрослых занятий. Сначала руки подтянем, ноги вверх-вверх-вверх! И вы летите! Ха-ха-ха! Это очень интересно! Скорее бы вырасти, чтобы туда забраться! А сейчас то последнее, то тухлое яйцо! Ха-ха-ха! Эй! Подожди меня! У-у-у! Котя и Катя замечательно провели время, катаясь на детской горке. У-у-у! Ха-ха-ха! Делись и больше не дерись! Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку! Смотри, щетка! Гребель! Откроем парикмахерскую! Для пуделей! С Пудельграда! Да! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и поспешили на самую модную улицу Пудельграда в собственный салон красоты. О, фантастика! Да! Скорее бы пришел первый посетитель! То есть посетителям! Ух ты! Тяфи, Гаффи, класс! Нам нужны изыскные прически! Мы принимаем участие в престижной выставке собак. В каком стиле? В роскошном! Так тому и быть! Садитесь! Итак, Гаффи, приступим! Котя, если мы постараемся, все будут приходить к нам в салон! Да! Я такую прическу сделаю! Закачаешься! Ну что, посмотрим! Возьму бигуди, гель, ленту, блески и краску для шерсти. Все, что нужно! Вот что, Тяфи! Завивка будет тебе к лицу! О, завивка! Вуаля! Теперь гель! Кудряшки! Отличная мысль! Нет, Катя, бигуди мои! Я их с полки взял! Но у тебя лишние остались! Ну и что? Они мои! Ладно! Хм, ей очень пойдет бантик! Да, бантик! Шаман! Нет, Катя, это моя лента! Ее хватит нам обоим! Она моя и точка! Тогда краска моя будет! Эй! А ну отдай! Я хочу сделать Тяфи красивым! Скандал! Возмутительно! Эй, отдай! Сама отдай! Она моя! Нет, моя! Вот и нет! Вот и да! Отдай краску! Безобразие! Никогда не бывать вам стилистами! Что мы натворили? И тут появился таинственный незнакомец! Что приключилось? Мы делали пуделям роскошные прически, а получился роскошный скандал! Как вы умудрились? Катя отбирала краску, и она брызнула! Зачем же отбирать? Он не хотел делиться! Он не дал мне ничего! Но все мое! Твое? Ты это принес из дома? Нет! Я с полки достал! Выходит, эти вещи общие? Да! Но они мне нужны! Мне тоже! А если бы ты все-таки поделился? Ну, Катя бы не разозлилась, и краска бы не брызнула, и пудели бы не убежали! Эй! Я понял! Поделись! И тогда каждый сможет сделать то, что задумал! Стильно сказано! Спасибо, мам! Эй! Как вы догадались? Давай заново, Катя! Но в этот раз мы всем поделимся! Не важно, кто первый возьмет! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вновь поспешили в салон красоты! Но только в этот раз! Катя, возьми бегути! У меня лишнее! Спасибо! Вот! Это мус для завивки! Ух ты! Лету держи! Для бантика! Теперь добавим немного цвета! Покажи! Смотри! Вуаля! Превосходно! С такими прическами первое место нам гарантировано! Кто ваш стилист? Котя и Катя, конечно! К другим мы с ним не ходим! Благодаря Коте и Кате, Тяфи и Гаффи заняли на выставке собак первое место! А собачиться друг с другом – последнее дело! Победа! 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 Играй честно! Во что сегодня поиграем, Катя? Давай заглянем в коробку! Катя? Катя, где же ты? Ха-ха! Ты меня не нашел! Эй! А может, поиграем в прятки с утятами? Отличная идея, Котя! Мяу-мяу! Котики, вперед! Котя и Катя выскочили из своей волшебной коробки и побежали в потайной парк! Он как нельзя лучше подходил для игры в прятки! Эй! А где же утята? Ха! Очень смешно! Но больше вам от меня не спрятаться! Это мы еще посмотрим! Ладно, Котя, закрой глаза и сосчитай до десяти! А мы пока спрячемся! Точно! Не подглядывай! Таковы правила! Хорошо! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Кто не спрятался, я не виноват! Хм... Я тебя вижу, Катя! И тебя! И тебя! И тебя! И тебя! И тебя! Но как ты нашел нас так быстро? Ты что, подглядывал? Нет! Просто я хорошо играю! Можно я снова буду водой? Было очень весело! Ну, хорошо! Но на этот раз тебе нас не найти! Но как бы ни прятались Катя и утята, Котя снова подглядел и увидел, где они прячутся! Семь, восемь, девять, десять! А я тебя вижу! Гоша под пледом! А Катя в фонтане! Эй! На дереве! За фонарным столбом! Я выиграл! Давайте сыграем снова! Катя! Что случилось? Куда вы пошли? Мы больше не хотим играть! Нам не весело! Потому что я все время выигрываю? Не поэтому! Нет, поэтому вы не умеете прятаться! А вот и нет! А вот и да! Вот нет! Вот да! И тут появился таинственный незнакомец! Котятки! Что случилось? Моя очередь водить, но никто не хочет со мной играть! Правда? А почему вы не хотите с ним играть? Это не весело! Где бы мы ни прятались, он тотчас же нас находит! Но как тебе удается? Легко! Я хорошо играю! И ты не подглядываешь? Правда? Ну, может немножко! А что говорится об этом в правилах? Что это не честно! Хм! Тогда почему ты так делаешь? Потому что тогда я выигрывал! А выигрывать весело! А нам с утятами не весело! Почему? Потому что пока он подглядывает, у нас нет шанса выиграть! Оу! Кажется, я понял! Ты не всегда выигрываешь, если играешь по правилам! Но зато так играть гораздо веселее для всех! Спасибо, папа! Эй! Но как вы догадались! Ха-ха-ха! Сыграем еще раз, Катя! Но на этот раз я обещаю, что буду играть по правилам, без обмана! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя начали свою веселую игру в прятки сначала! Но на этот раз, когда Котя водил... Раз, два, три... ...то играл по правилам и не подглядывал ни одним глазком! Восемь, девять, десять! Кто не спрятался, я не виноват! Где же вы прячетесь? Я нашел тебя, Гоша! Эй! Вижу тебя, Тоша! И тебя тоже, Тимоша! Но где же Катя? Хм... Здесь ее нет... И здесь тоже... Ха-ха-ха! Я сдаюсь, Катя! Выходи уже! Я здесь! Я выиграла, Котя! Теперь я вода! Ладно, но меня тебе не найти! Это мы еще посмотрим! Раз, два, три... Котя, Катя и Утята целый день играли в прятки! И хотя Котя не всегда выигрывал, он чувствовал себя прекрасно, зная, что всем очень весело! Кто не спрятался, я не виновата! Настоящая победа! Во что сегодня поиграем, Котя? Давай заглянем в коробку! Смотри, Катя! Очки гонщика! И шарфы! Давай мы станем гонщиками! Поучаствуем в гонке! Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и помчались к стартовой линии соревнований гонки по бездорожью. Смотри, наша машина! Чур, я водитель! Тогда я штурман! А вот и карта с указанием маршрута! Ну и кто наши соперники? И вам удачи в гонке! Она вам понадобится! О, вы победите! Это мы еще увидим! Гонщики, пристегните ремни! Вперед! Куда нам? За ними едем? Нет, направо! Так быстрей! Берегись! Ха-ха! Проскочили! Котя, давай туда, на гору! Поднажми, они догоняют! Ах так! Я знаю, где срезать! Держись! Десять! Оторвались! Не очень-то! Осталось только проехать болото, а там финиш! Жми, Котя! Нет! Мы так легко не сдадимся! Ха-ха! Прощайте, утки! Смотри! Финишная прямая! Мы первые! Встречайте нас! Ура! Победа! Победителями становятся Котя и Катя! На втором месте... Как странно! Где утята? Они там, на трассе, у вязля в грязи! Правда? Откуда вы знаете? Мы проехали мимо них! Они увязли, а вы не остановились помочь им! Мы не могли! Мы хотели победить! Вот так победили! Да! Скорее проиграли! Бежим, посмотрим, что там с утятами! За мной! Но... Мы победили! И тут появился таинственный незнакомец! За что вам дали приз? Мы победили в гонке! Победили? А чего же вы такие невеселые? Все считают, что мы проиграли! Почему? Мы не остановились помочь утятам! Но если бы остановились, то не пришли бы первыми! А с утятами все хорошо! Мы не знаем! Они не доехали! О! Я, кажется, поняла! Мы так хотели победить, что даже не посмотрели, что с нашими друзьями! Да! И какой же ты победитель, если ради твоей победы страдает кто-то другой! Спасибо, мам! Эй! Как вы догадались! Начнем заново, Катя! Но в этот раз будем помнить, что победа не главное! Особенно, когда друзьям нужна помощь! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вернулись на старт, чтобы начать гонку заново. Но в этот раз, несмотря на желание победить, решили убедиться, что никто из участников гонки не пострадал. Сейчас мы их догоним, Катя! Победа будет нашей! Удета увезли в грязи! Давай посмотрим, что там стряслось! Держитесь! Идем на помощь! Я знаю, что делать! Победителем становится... Стойте! Вы все приехали к финишу одновременно! Кто же победил? А победила... Дружба! Набор для питомца Во что сегодня поиграем, Котя? Заглянем в коробку! Смотри! Мечи, машинки и пружинки! Давай играть с ними! Нет! Я устала от игрушек! Ясно! С чем еще можно поиграть? Давай заведем питомца! И будем играть с ним! Отличная мысль! Пойдем заведем! Мяу-мяу! Котики, вперед! Котя и Катя выпрыгнули из волшебной коробки и побежали в зоомагазин Пита Привет, Пит! Мы хотим завести питомца! Могу предложить вам взять глазастика! Слишком глазастый! Может, вам придется по вкусу колючка-ежастик? Слишком колючий! Что ж, у меня остался только пушистик! Какой милый! Мы берем его! Хорошо! Вот набор по уходу за пушистиком! Щетка от колтунов, пушистый шампунь и пушистый корм! Спасибо! Идем, Котя! Будем играть с пушистиком! За ним нужно как следует ухаживать! Котя и Катя не могли дождаться, когда придут в лужистый парк и начнут веселье! Лежать! Переворот! Крутись! Прыгай! Тряска, тряска, тряска! Я не сказал линять! И кашлять мы вообще-то не говорили! Катя, смотри! Отличная мысль! Ты хочешь его расчесать? Какая глупость! Это не весело! Пушистик, аборт! Я не знала, что расческа тоже игрушка! Конечно! Игрушка может быть все что угодно! Ух ты! Смотри, как несется! Фу! Какой грязный у нас пушистик! И пахнет сильно! И кажется, у него блохи! Отличная мысль! Хочешь помыть его? Какая глупость! Это не весело! Мы будем делать пузыри, а пушистик их лопать! Давай, пушистый пушистик, лопай! Мороженое! Мороженое! Мы все любим мороженое! Котя и Катя так сильно хотели мороженого, что убежали и оставили бедного пушистика одного! А ведь он кашлял, чесался, от него пахло, он хотел есть и остался один! Где пушистик? Пушистик! 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 Только не это! Пушистик убежал от нас! Вдруг откуда ни возьмись таинственный незнакомец! Что случилось, котята? Наш зверек пушистик убежал! Нам было так весело играть с ним вместе! А ему было весело играть с вами? Конечно! То есть, мне кажется, пушистик начал кашлять! И чесаться! И пахнуть! И еще он проголодался! Мне кажется, это не очень весело! Да, совсем не весело! Нам было так хорошо, что мы совсем не задумывались, а каково пушистику! А-а-а! Теперь я поняла! Домашний питомец не игрушка, с которой только играют! Он живое существо, и за ним нужно ухаживать! Спасибо, мам! Эй, как вы догадались! Давай попробуем снова, Катя! Но на этот раз мы с тобой будем думать не только о себе! Мы станем заботиться о питомце! Честное пушистое! Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя снова отправились в приключения! Но на этот раз они расчесали пушистика! А когда он испачкался, помыли его! Когда пришло время еды, они его покормили! С котей и Катей пушистик стал радостным! Пушистик был так счастлив, что мог играть и играть весь день напролет! Потому что если ты правильно заботишься о питомце, он возвращает тебе радость сполна! Катя! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»